Добрый вечер. Я приветствую тебя наш читатель и зритель. Сегодня особенный выпуск. В конце 2019 года некоторые российские политологи высказали предположение, что в 2020 году Россию ждут очень серьезные перемены. Но их предсказания публикли на фоне начавшейся эпидемии коронавируса и массового перехода сотрудников офисов на удаленную работу. За короткий период вся жизнь в мире меняется до неузнаваемости. Еще недавно говорили, что удаленная домашняя работа, это удел Лентяев. Но все изменилось и вот уже весь мир осваивает навыки работы дома, когда эпидемия стучится в каждый дом. Мы не будем осваивать навыки футурологов и делать предсказания, как будет выглядеть будущее. Мы это будущее будем делать вместе с вами. Мы заглянули в artstat.yandex.ru и вот, что обнаружили. Запросы со словом «Мне скучно» – 451 493 показа в месяц. Запросы со словом «Чем заняться» – 4 116 513 показа в месяц. Запросы со словом «Куда пойти» – 359 033 показа в месяц. Газеты «Ведомости» сообщают, что москвичи массово подключаются к интернету. С понедельника по четверг было подключено на 20% больше подписчиков, чем подключалась за среднестатистическую полную рабочую неделю в феврале или начале марта, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Представители Ростелекома и Вампелкома говорят о росте количества подключений на 24%. Спрос растет не только в Москве, но и в регионах. В среднем по стране было заключено примерно на 17% контрактов больше, чем заключается за обычную неделю, утверждает представитель Вампелкома Анна Айбашева. Новые заявки поступают преимущественно из спальных районов, рассказывает она. Все это навело на мысль, что домашний карантин породит в ближайшее время две аудитории. Первое. Это те, кто страдает наличием лишнего времени и не знает, чем себя занять. Второе. Люди, перешедшие на удаленную работу. Им нужна информация и много полезных ресурсов. Вот так и появилась мысль о нашем блоге. Мы ответим на вопросы. Куда пойти? Чем заняться? Где найти? Встречайте новый блог. Что делать, если скучно? И все это не выходя из дома. Мы начинаем. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok